Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема лекции – практика и опыт заключения коллективных договоров. Читает лекцию председатель секции скорой медицинской помощи профсоюза действия Григорий Вячеславович Бобинов. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас просто захватывающая лекция, потому что материала именно по заключению коллективных договоров накапливается, накапливается очень много. Все это происходит у нас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Я являюсь непосредственным участником этих всех мероприятий, соответственно, есть что рассказать. Ну и начнем мы, так как мы собираемся именно вот в таком зале, то, соответственно, надо вспомнить, что такое диктатура и как она проявляется у нас на предприятиях, и чья диктатура проявляется через те профсоюзы, которые есть на данный момент на предприятиях. Итак, это диктатура, это власть, не ограниченная никакими законами. Ну и, соответственно, мы все это испытываем, в том числе и на наших предприятиях. Итак, я начну разговор, как заключался именно коллективный договор на моей конкретно больнице, моей поликлинике, при котором находится отделение скорой помощи, на котором я работаю врачом. Это городская поликлиника номер 52. Дело было два года назад, и заключалось это следующим образом. Итак, коллектив скорой помощи непосредственно при моем участии написал прогрессивный коллективный договор. Он был настолько прогрессивный, что когда мы с этим договором дошли до профсоюза, который является ФНПРовский, соответственно, его, в принципе, рассматривать не стали. И так как у нас ФНПРовский профсоюз был непосредственно карманным профсоюзом главного врача, ну, соответственно, понимаете, как это все было. Но расскажу это все по шагам, быстро, коротко, чтобы понимать, какие мы допустили ошибки, и что мы неправильно сделали, что наш коллективный договор совершенно не прошел, хотя он был в интересах всего коллектива. Итак, у нас был коллективный договор, его одобрило именно отделение скорой помощи, но при этом большинство в профсоюзе, и людей, которые поддерживали профсоюз, они были от, именно, в поликлинике, то есть на скорой помощи у нас примерно 100 человек, а в оставшихся 3-4 поликлиниках, соответственно, около 300 человек, там 350. Ну и тот карманный профсоюз, который был на тот момент, который возглавляла Вера Александровна Горецкая, они провели выборы, так как у них не хватало 50% плюс один голос для того, чтобы просто выдвинуть от себя этот коллективный договор, решили сделать просто конференцию, и в определенном порядке избирались делегаты от каждого подразделения, то есть от какого-то количества избиралось такое-то количество делегатов. Эти делегаты должны были прийти в определенный день и подписать, с точки зрения того профсоюза, подписать коллективный договор. Ну то есть, кто ведет эту, как обычно, как, ну, как всегда классики говорят, кто ведет организацию от того или иного процесса, в итоге приходит к тому, к чему он хочет прийти. В итоге мы избрали от своего, ну, перед этим, естественно, велась борьба, рассказывалась непосредственно, насколько хорош наш коллективный договор, но наш коллективный договор, в итоге комиссия, которая собралась тогда, когда наши активисты были на смене, просто взяли этот проект коллективного договора и выкинули, и не стали рассматривать, говорят, что все там нереально, просто нереально, ну, понятно почему. Второй момент, мы сделали следующую вещь, то есть мы взяли, рассмотрели тот проект коллективного договора, который выставлял работодатель, и написали предложение по изменению тех положений, которые есть в коллективном договоре. Там у нас было до 218 изменений вот в этот коллективный договор. Естественно, это тоже было выкинуто, такой же примерно комиссии, которая собралась каким-то образом опять не пригласив никого из наших активистов. Вот, и в тот день, когда мы пришли уже, когда на подписание коллективного договора договорились, что мы будем голосовать хотя бы за то, что давайте не просто огульно подписать коллективный договор, а рассмотрим все-таки некоторые положения и обсудим вот здесь. Ну, и как это было предоставлено, ну, как это было оформлено с точки зрения, ну, вернее, администрации, администрация с профсоюзом как протащила вообще весь свой коллективный договор. То есть формальности были все соблюдены, вот эти мы пришли, эти делегаты, со своими там вот этими листочками, что нас избрали, все хорошо. В президиуме сидит, соответственно, главный врач, представитель ФНПРовского профсоюза, аж откуда-то сверху, с площади труда, не помню, как эту даму звали, даже не принципиально, за трибуной стоит юрист нашей организации, который уже автоматически, его никто не избирал, он сразу себе объявил, что он председатель собрания и секретарь собрания, стоит за трибуной, у него перед ним какой-то протокол уже заранее, со всеми голосованиями практически заполнен, осталось там в этот протокол занести буквально 2-3 цифры, и он это все зачитывает, а мы должны поднимать или не поднимать руку. Ну, мы как бы возмутились, давайте все-таки изберем, как положено это все, давайте проведем нормальное собрание и так далее. Нас не слушали, и когда мы как бы встали, у нас было 4 человека, все такие подготовленные, прям активисты, и когда мы встали в позу уже, встал вот этот председатель Желтого профсоюза, нашего первичной профсоюзной организации, это и вот это здравоохранение ФНПРовского профсоюза, и сказал следующее, мы просмотрели ваши протоколы, знаете какой момент, ну, как бы, вот процедура, как это все, ну, выбираются делегаты, у вас нарушены, нарушены, в общем, вот эти выборы, и протоколы оформлены неверно. И когда мы спросили, ну, а что вы тогда не объяснили, вы же видели эти протоколы заранее, что мы не так, мы провели снова, оформили как надо, она говорит, ну, извините, ну, извините, и в итоге, их было большинство, естественно, они проголосовали за то, чтобы нас, именно скорую помощь, с нашими прогрессивными идеями, просто удалить из организации, ну, из собрания, нас просто удалили, возмущались, мы не возмущались, их это не касалось, и дальше они одним махом проголосовали за принятие того коллективного договора, на проект коллективного договора, который написала администрация вместе там с юристами и с Желтым профсоюзом. Соответственно, мы лишились там дней за отпуск, и не было прописано нормально это положение по оплате труда, сейчас мы живем с этим коллективным договором, ну, и как бы вот таким образом нас прокатили. Но я считаю, что нас прокатили заслуженно, потому что мы уже проиграли именно борьбу до именно вот этого дня. Значит, какие дальше были последствия, чтобы понимать, как дальше это все развивалось. В дальнейшем главного врача сняли за различные какие-то там мероприятия, за которые снимают главных врачей, то есть она там переборщила с финансовыми потоками, куда-то там распределяла их неправильно. Ну, в этом мы тоже поучаствовали, естественно, потому что мы писали где, что и зачем. Но смысл следующий. Вот все люди, которые были там и голосовали за проект, неправильный проект, ну, неправильный, а за проект администрации, вот эти все люди на данный момент в поликлинике не работают. Прошло всего два года. Два года они уже там не работают. Почему? Пришел главный врач, пришла новая команда, и как бы они там ни старались, они все оказались за бортом поликлиники. Сейчас они пишут гневные письма, что их там наказали или еще чего-то. А в нашем проекте коллективного договора был очень хороший пункт. И, в принципе, то есть, когда идешь к коллективу и начинаешь что-то рассказывать про коллективный договор, нужна выжимка, да, из этого коллективного договора. Кто будет там читать эти 300 пунктов? И вот в нашей выжимке этого прогрессивного коллективного договора первый пункт был, это увольнение сотрудника по согласованию, ну, там со стыка, у нас был организован со стыка, с профсоюзом, в который входит человек. То есть, если это не, понятно, есть согласование, есть учет мнения. Если согласование не проходит в той организации, в которой состоит сотрудник, то, соответственно, сотрудника невозможно уволить. И если бы они тогда вот, вот нас послушали тогда и приняли хотя бы чуть-чуть тех положений, за которые мы голосовали, им бы и сейчас было легче жить, они бы не уволились. А сейчас, представляете, то есть, они там проработали в поликлинике по 20 лет и там уволили прям целиком отделение. Там первое терапевтическое отделение взяли и уволили. И как бы сейчас работодателям, вот нашим, работовзятелям, именно вот этим чиновникам от медицины, им вообще все равно, как вы, что... То есть, администрации, например, на наши вот эти заявления, что ну как это взять и уволить целиком отделение? Где вот эта преемственность поколений? Врачи просто так не появляются. Тут молодой врач, который придет в коллектив, а тут некуда приходить. Те, которые отработали по 20-30 лет и которые имеют опыт, как они, у кого он научится? Так не бывает, понимаете? Это же сразу проседает именно качество оказания медицинской помощи. Это никого не волнует. То есть, администрация Выборгского района пишет такие отмазки, что типа, скажите, что вам не нравится. То есть, ну там, когда возмущаются жители, скажите, что вам не нравится. Главный врач доложил, что укомплектованность по штату, который сам этот главный врач и формирует этот штат, там чуть ли не 84%, ну какие-то такие цифры. То есть, все хорошо, и администрация на всех уровнях вот эта ситуация устраивает. И это еще раз говорит о том, что надо, все, что хорошее, за что борются именно сотрудники, допустим, лечебных учреждений, это все и на руку населению. То есть, если вы видите, что что-то там происходит в лечебном учреждении, есть какая-то организованная группа, которая борется за сохранение, там, машин, отделений, каких-то ставок, это все делается в том числе, ну в большей степени, для улучшения качества оказания помощи, и в этом будет заинтересовано население. Ну, какие ошибки мы допустили? То есть, сразу давайте об ошибках, какие мы допустили. Первый момент мы, короче, упустили, это у нас была очень хорошая акция, мы создали Совет Рудового Коллектива, потому что профсоюз действия сейчас ассоциируется у многих с какой-то, ну, то есть, идет комплекс борьба с профсоюзом действия, и в каждом лечебном учреждении рассказывают, что мы первые террористы, вторые иностранные агенты, третьи поддерживаем Навального, и вообще Навальнисты, это одна и та же структура, и так далее. То есть, у коллектива особо люди не разбираются, идет отторжение от профсоюзов действия. Ну, хорошо, мы организовали СТК, и мы, в принципе, победили, и даже, когда организовали СТК, убрали главного врача, здесь надо было довести это все до ума, то есть, те требования, которые были, вне зависимости, есть коллективный договор, нет коллективного договора, мы могли бы продавить, если бы мы, ну, пошли бы дальше. Но внутри, как обычно, завелись люди, которые сказали, да все, мы уже победили, схлопываемся, не надо ничего, но в итоге мы не закрепили это все на бумаге, а могли бы закрепить в виде, допустим, даже, если заключен коллективный договор, когда можно его перезаключать, ну, перезаключать через 5 лет, то есть, через 3 года, но вносить изменения мы можем сразу, на следующий день, после подписания коллективного договора. Мы можем вносить изменения, мы бы изменили, вот эти вот изменения внесли, и сейчас бы нормально себя чувствовали, ну, на работе, потому что, если тебя нельзя уволить, потому что против СТК, ну, и все, уже легче, можно другие требования, ну, как бы, выдвигать. А когда у тебя нету такого, ну, соответственно, ну, нету, и дави на тебя, и грози увольнением, ну, и как бы, и будешь тратить кучу времени на доказывание, что ты, как бы, прав, не прав. На это уходит много времени. Ну, а по той ситуации, которая была, ситуация, мы там просто, надо организовываться, то есть, вот, организоваться именно группой, и просчитывать план, и работать на весь коллектив. То есть, если у тебя есть что-то хорошее, то, соответственно, это можно донести. Одному человеку это сделать тяжело, особенно вот в рамках, допустим, той же поликлиники. Все сидят по кабинетам, попробуй туда зайти. Люди не знают друг друга, находясь в соседнем кабинете. У нас даже была анагогатичная ситуация в профсоюзе, когда два наших профсоюзника устроились в одну поликлинику, проработали там полгода, их кабинеты были рядом, они не знали, что они стоят в одном профсоюзе, и не знали, как друг друга зовут. Одна сказала, какая такая фамилия чудная, и мы тогда сказали, о, так это тоже профсоюзник наш. И они такие, вот это да. То есть, даже вот такая вот система, когда до смешного. Другое дело рабочие коллективы, когда все-таки цеха, сразу в одном месте находится больше людей, но для этого, опять же, надо, чтобы была организация, был план действий, кто куда идет, что делает, и вот здесь вот как раз идет момент ресурсов. То есть, в принципе, когда мы организовались для того, чтобы просто остаться, работать в своей организации, в которой работали, то есть, у нас там под увольнение попало 16 человек, хотели нас сократить с какой-то машиной и перевезти в другую поликлинику. Вот это был сильный толчок, и мы вот как бы, не знаю, как это сказать, но вот на адреналине мы организовались и свалили главного врача. Но, опять же говорю, не закрепили наши достижения, а надо было, и не надо было вестись, но вот большинство в этой вот нашей организованной группе перевесило после того, как мы достигли чего-то. Так, следующее, следующее, это заключение коллективного договора во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Там у нас есть сильная ячейка, первичная профсоюзная организация, непосредственно нашего профсоюза. Сейчас там в ячейке около 80 человек, больше, большинство из них открыто. Почему открыто? Потому что многие уже сколеснулись именно на фоне различных увольнений с предыдущим главным врачом и уже с этим главным врачом. Хочу сразу сказать, что все, кто, всех, кого увольняли и были в профсоюзе действия в организации, соответственно, всех восстановили. Причем восстанавливали не только самого сотрудника, но и восстанавливали по суду целиком отделение. То есть, главный врач Шипачев такой был, он увольнял целиком отделениями. Допустим, Владимиру Геннадию Петровичу у нас председатель этого профсоюза, он для того, ну, невозможно уволить человека, если он добросовестный работник. Что подразумевается под добросовестностью? Это вовремя ходить на работу и не пить, а еще вовремя уходить. Все. Если какая-то другая, вот что-то к чему-то там могут докопаться, наш профсоюз все остальное отбивает за раз. То есть, ходи на работу, не пей, не употребляй наркотики, вовремя уходи, и все будет тебе хорошо, профсоюз тебя защитит, тебя восстановят на работе. Итак, коллектив, именно профсоюзная организация существует там с 13-го года. Соответственно, за это время пытались заключить коллективный договор много раз. У нас появилась надежда, когда председателем карманного профсоюза был Этманов. В общем, Этманов это человек такой из МПРА, он непосредственно учился, где только не учился, в том числе там где-то в Бразилии, участвовал везде-везде, и вот за его плечами организация команды, организация забастовок на таком предприятии, как Форд. Наверняка, все об этом видели, слышали, у них было много именно удачных действий, именно удачных действий, и мы надеялись, профсоюз действий, у нас была такая надежда, что с приходом с приходом Этманова, даже зная, что его пригласил непосредственно главный врач Шипачев, что он там с ним из одной команды, ну хотя бы мы наконец-то заключим какой-нибудь коллективный договор, в котором будет хотя бы какие-нибудь требования, ну вот узаконены требования, которые просто чуть-чуть улучшают трудовое законодательство. Этманов нам в этом отказал, мы считаем, что он просто предатель трудящихся, вот конкретно вот он пошел на поводу денег, которые он там получал от этого главного врача, то есть он конкретно на личной встрече отказал нам создание единого представительного органа и выдвижение хоть какого-то коллективного договора, тогда разговор даже не шел там о пунктах, просто принципиальная позиция, нет и все. Ну и соответственно с Этмановым не получилось, это был как карманный профсоюз предыдущего главного врача и что с ними стало с этим карманным профсоюзом. Да, они шли там полностью, ну как бы, ну а именно правком, те люди, которые понимали, что происходит, шли на поводу главного врача, на данный момент их никого вообще нету, то есть сейчас на данный момент всех людей, даже те, которые были просто честными, пречестными и не шли там и не знали, что там, что такое, Шипачев, какие-то, в каком там сговоре Этманов находится непринципиально, там были хорошие, отличные люди, но и их сейчас новая администрация, такой есть главный врач Панкратов теперь, он их просто вышвырнул, причем вышвырнул очень долго, ребят, ну как бы, сотрудники упирались долго, то есть почему-то происходит, то есть есть же люди, у которых просто чувство справедливости, оно просто грандиозное, не дает с этим смириться, но в итоге, если на данный момент укатали всех, то есть люди сопротивлялись меньше года, некоторые там сразу же ушли, пару человек держалось где-то в районе трех месяцев, сейчас ушли все, ну их додавили, то есть вот, понимаете, то есть не заключили коллективного договора для именно в интересах сотрудников, сами попали в эту ситуацию, когда они стали обычными сотрудниками, их вышвырнули сначала из профсоюза и сейчас вышвырнули из, ну и по большому счету выдавили из больницы, вот такая судьба опять у тех же людей, которые ну становятся просто инструментом в руках вот этих вот, в руках администрации, это вот второй такой яркий пример, ну и неважно, вернее важно, ну вот сейчас конкретно о заключении коллективного договора в Акселожской КМБ, наконец-то, ну вот, новая администрация пришла, сразу связалась с площадью труда, на котором находится профсоюз администрация профсоюза и с площади труда приехала некто Кустова такая, она, короче, по оргам и тот работе с профсоюзами, с первичными профсоюзными организациями и помогла разбить ту первичную организацию, которая была и избрать новую, которая стала ну карманным профсоюзом, профсоюзом шариковых ручей, который достают и подписывают нового главного врача, причем председателем теперь новой первички стал заместитель главного врача, ну его первый заместитель там какую-то должность ему придумали, вот какой-то там его кореш, да, а заместителем председателя главный юрист этой больницы, то есть там просто вот если взять шапку, то понятно, что это просто карманный, самый вот карманный профсоюз и по-другому быть не может. И соответственно Кустова в нарушении именно ФНПРовских документов, в нарушении своего устава, она вела это собрание, где просто вот так вот вела себя. Если кто-то начинает выступать, все, сядь это вне регламента, вне регламента, вне регламента, вне регламента, то есть нарушая устав, все это записано на видео, но это их вообще никак не касается. Отступлю про ФНПРовские профсоюзы, как они сейчас в принципе работают. установка это просто зарабатывание денег. Членство рассматривается для бонзов этих профсоюзов просто для того, чтобы собирать эти 1% зарплаты. Чем больше народу, тем больше этих 1% с каждого человека. И соответственно главный врач заключает устное соглашение, что если это будет его профсоюз, он загонит всю больницу в этот профсоюз любыми способами. Загоняет во всевышенской больнице просто на ура. Например, недавно прошла акция следующая. Если ты не в профсоюзе, ты не будешь парковаться на стоянке внутри больницы. Ну там внутри больницы есть стоянка для большого количества машин. Вокруг больницы машину практически деть некуда, то есть ты ставишь ее куда-то в грязь на обочине, а так как ты приехал на суточное дежурство как-то боязно где-то около леса вставлять эту машину в грязи, то соответственно стоянка внутри более-менее охраняемой территории это была всегда ну как бы ну это просто ну это блин я тут работаю 20 лет я всегда здесь машину ставил. Нет это ничего. Значит новые пропуска не член профсоюза машину не можешь поставить. Как только ты вступаешь из тебя берут 1% то есть примерно от 6 тысяч в год то соответственно вот это вот билет на стоянку. ну и так далее вот этих вот если ты не в профсоюзе у тебя будут проблемы с аккредитацией с аттестацией с защитой категории ну ты понимаешь как же это делается мы тебе не подпишем либо ты долго будешь подписывать либо еще что-то и вот таким образом загоняет в этот профсоюз то есть главный врач отчитался на корпоративе на своем ну на больничном где был Бомонт что у него сейчас два главных достижения вот один из них это два достижения это профсоюз и заключение коллективного договора то есть лечебная часть вообще все равно ясно что профсоюз и заключение коллективного договора это важно для администрации и здесь вот разговор идет опять же о диктатуре да вот мы видим профсоюз вот эта форма и вот в сущности это диктатура главного врача которую он проталкивает в том числе и профсоюз То есть, она там, в принципе, не ограничена никакими законами. Итак, как заключался этот коллективный договор? Совершенно, ну, как бы мы, как профсоюз действия, им пришлось с нами формировать единый представительный орган. То есть, по закону, да, по трудовому кодексу Российской Федерации, если есть еще какие-то профсоюзы, то, соответственно, они должны хотя бы, ну, в зависимости от численности пропорционально, ну, даже если он совсем маленький, одного человека в епор надо давать. На территории Всеволожской больницы существует три профсоюза. Первый, ФНПРовский профсоюз, второй профсоюз, это МПРА, и третий профсоюз, это профсоюз действий, это мой профсоюз. МПРА, они вообще не признают, они говорят, нам это вообще не нужен профсоюз, просто идите, сколько у вас документов нужных, сколько не нужных, все. Мы сейчас быстренько ваших членов выдавим из коллектива и даже не будем с вами возиться. Ну, профсоюз действий, да, вас много, все-таки с вами придется повозиться, давайте сделаем епор. Итак, был выпущен приказ, составлен епор, и вот в течение двух месяцев один человек, это у нас, получается, Владимиров Геннадий Петрович ходил в этот епор, там он состоял из следующего. Там было 22 человека, вот он один против 21. Иногда, как бы, некоторые так, ну, как бы, на его сторону переходили, но это было буквально 2-3 человека, но на его сторону переходить, это вот, в основном воздержался при голосовании. Остальное, все, что администрация пилила, то и пилила. Было очень много смешного, ну, допустим, если мы все знаем по трудовому законодательству, сам по себе коллективный договор, это такая бумага, которая подразумевает улучшение, да, по сравнению с трудовым законодательством. Но не тут-то было. Коллективный договор во Всеволожской больнице, после прочтения нами, мы поняли, что основная задача, это в этом коллективном договоре хотя бы соблюсти трудовое законодательство, не говоря уже что-то там свыше. Просто прочитав его, мы поняли, ужас, там просто кровавые слезы текли при прочтении первых трех страниц. Геннадий Петрович вставал, то есть, длилось два месяца, то есть, он два месяца в этом участвовал. Было вот такое, допустим, у нас есть такое соглашение, такой приказ по именно начислению заработной платы 282 по Ленинградской области от 1 августа 2020 года. Вот я выписал, да, там положено 12% прибавки к окладу тем людям, которые работают с онкологическими пациентами, 16% для медработников, которые работают в ожоговых палатах и тому подобное. И вот это с 2020 года в организации просто не учитывалось и не выплачивалось. Говорят, ну давайте хотя бы законодательство соблюдать. Опять же, если это коллективный договор, сразу автоматически действуют предложения. Но если сама область признает, что эти работники работают просто в ненормальных условиях, давайте тогда им не 12, допустим, процентов, а 20 процентов. Нет. Ну давайте хотя бы 1 процент добавим. Нет. То есть, там вот чуть-чуть отклонения от того, что есть, сразу главный врач встает на дыбы. Понятно, что это все поддерживается. Ничего. Но даже вот именно законодательство не выполняется. Дальше, допустим, было такое, допустим, дежурство на дому. Да, это для медиков очень важный момент. То есть, медик дежурит на дому, ему надо откуда платить. Есть трудовое законодательство, которое говорит одно. У нас, ну не у нас, а вот в этой, во Всеволожской больнице, соответственно, в этом коллективном договоре прописано, что оплата идет из стимулирующих. Но подождите, какие стимулирующие? Трудовой кодекс прописывает, что если человек дежурит на дому, и с ним должно быть прописано отдельное соглашение, ему платят по времени, проведенному в этом домашнем дежурстве на дому. С учетом ночных, с учетом повредности, стимулирующих, компенсационных, все это написано в Трудовом кодексе Российской Федерации. И просто Геннадий Петрович вставал и говорил, товарищи, давайте хотя бы закон соблюдем и вот это все сделаем. Комичные вообще, это просто супер была комичная ситуация, когда мы с Геннадием Петровичем посмотрели, ну как бы, ну заранее мы это готовились, посмотрели, есть такое, этот, отраслевое соглашение, региональное отраслевое соглашение. Кто не знает, что есть региональное отраслевое соглашение, то оно такое есть, и там куча всякого вкусного. И если взять вот этот коллективный договор в Севоложской больнице и положить с отраслевым соглашением, то можно вот так вот выкидывать это в Севоложское, а просто заключать отраслевое соглашение. Причем в законе написано, что если в коллективном договоре не учитывается отраслевое соглашение, то, соответственно, пункт этого коллективного договора считается недействительно отправляется на доработку. И был такой момент. Ну, и там очень много не соответствует, но вот одно из основных вот было очень смешно. Значит, он встал и говорит, это уже на втором месяце, говорит, вы знаете, что вот в этом отраслевом соглашении написано то, что при начислении отпусков, то есть сколько положено за вредные условия труда людям, вы должны сослаться на инструкцию и, не инструкция, там инструкция прилагается, сейчас скажу, список производств, да, список производств с отпусками, кому сколько положено, аж с 1974 года. То есть это осталось после гильотины, ну помните, да, это гильотина, когда этот Медведев на телекамеру вынес такую пачку документов и говорит, это все документы Советского Союза, нафиг они нам нужны, мы их всех отсекаем. Короче, вот этот список остался после вот этой гильотины. И там конкретно написано, много-много-много и по медикам тоже есть, кому положено и конкретно сколько отпуска. И он говорит, смотрите, в отраслевом соглашении написано, что каждая организация, у которого есть коллективный договор, должна принять вот такую вот штучку, что при расчете отпусков по вредности, ну вредность 3.1 класс, да, 3.2, 3.3, 3.4, 4 или там 2.1, соответственно, ссылаться вот на этот вот список. Ну там список, инструкция прилагается, все это 1974 года. И тут началось, все вскочили, да что же это такое, там за этот начальник по охране труда такой вскочил, у меня предложение, говорит, предложение такое, просто умора. Значит так, сейчас мы пишем, короче, во все органы, в комитет по здравоохранению, в правительство Ленинградской области, в профсоюз, вот в этот, во весь, пишем бумагу, чтобы вот это пересмотрели. Да что они, это все надо отменять. То есть они вот себя поставили, я уже не знаю на какую роль, писать везде ходить, чтобы отменить то, что признано на уровне региона. Я уж не знаю, получится у них, не получится, но они просто решили переписывать законодательство, находясь просто на переговорах, борясь с одним по большому человеком, ну вот в этой переговорной группе, ну в этой ЕПОР. Затем, и коллектив, ну какой пошел бы, ну какой вывод? Ну представляете, один человек, и уже люди понимают, то есть это все освещается, у нас есть такой сайт подслушанное, это все вот подсвещается, люди видят, что там происходит, уже поднимается ропот, уже это, и они сделали ход конем. Проголосовали тем правкомом и выдвигают, что расформировать ЕПОР. То есть проводят незаконную акцию, опять же о диктатуре, вот у них там такая диктатура. То есть взяли и расформировали ЕПОР. Расформировали ЕПОР, значит коллективный договор не действителен, но это их не волнует. То есть они расформировали ЕПОР, одним днем заключили коллективный договор, подписали, что они там писали где-то месяца 4, эти юристы, там человека 4 писал этот коллективный договор. И, соответственно, уже этот коллективный договор вывешен, ну, ушел, ну, после Нового года ему показали коллектив, вот, у меня сейчас на руках есть, мы его изучаем, но там, вот, какие были ошибки, такие есть, то есть, например, берется статья Трудового кода с Российской Федерации. Ну, что там, кажется, можно испортить в статье? Ну, делается следующий, маневр следующий, допустим, статья, пять пунктов, ну, этих абзацев, да, значит, первые три в интересах работодателя, а четвертый и пятый в интересах работник. В коллективном договоре пишется первые три, а вот это отсекается. То есть, человек, да, для него коллективный договор, как просто ликвидация безграмности по своим правам, он открывает такой, ну, и, как бы, все, все не в его пользу. Даже Трудовой кодекс оказывается не в его пользу, ну, а ты открой, посравни, и ты поймешь, что это просто, вот, как бы, филькинограмм-то весь вот этот вот коллективный договор. Ну, и коллективный договор заключен, профсоюз действия направил в организации свое ФИ, но диктатура есть диктатура, и, скорее всего, многое нам не удастся сделать, тем более, что те, ну, коллектив во Всевышской больнице очень большой, там, более двух тысяч человек, все разрознены по кабинетам, по многим поликлиникам, амбулаториям, ну, вы представляете, да, Всевышский район очень большой, и, соответственно, организовать людей очень сложно, скорее всего, мы проиграем, но, опять же, это классная борьба, это адреналин, и главное, что это мы видим и понимаем, где мы сделали ошибки, и мы считаем, что мы особо ошибок не сделали, потому что мы знали, что так и будет, но мы показали все вот это вот, ну, как бывает, когда вот это все. Ну, и, опять же, вот о диктатуре, да, всегда спрашивают после этого, вот вы это проиграли, проиграли, а приведите хороший пример, ну, где, где, где вот эти, которые выигрывают? Меня попросили от КТР записать ролик поздравления от организации КТР с Новым Годом, да, ну, типа, ты там Красный Доктор, типа, у тебя там есть камера, типа, ты умеешь в камеру говорить, давай запиши ролик. Ну, я думаю, ну, что я буду там светиться своим лицом в этом экране, ну, я же сказал, первое предложение и последнее, это мое лицо, а в середину я решил сделать именно то, что просит. Расскажите о достижениях ваших вот этих профсоюзов КТРовских, которые, типа, не желтые, не карманные, вы вообще что-то можете. И я залез на сайт КТР для того, чтобы, ну, там много информации, в том числе и о достижениях. И вот я для себя решил, что каждые полторы секунды у меня будет меняться картинка достижений КТР за прошедший год. У меня, ну, получается, мой текст идет за кадром, и каждые полторы секунды идет достижение КТР через весь ролик. То есть возникает эта картинка, я брал просто с того сайта, где, ну, сайт именно, где крупные достижения считаются. Там-то продавили хорошие коллективные договоры, условия, там-то соглашения, там-то в суде отыграли, там-то Верховный суд выиграли и тому подобное. У меня там каждые полторы секунды идет, что мы добились, и в дальнейшем, как он называется, и я дошел только до сентября месяца. То есть я шел с декабря и дошел до сентября, у меня год весь не получилось захватить. То есть люди там, где начинают бороться, они везде. То есть, допустим, у меня на работе. Ну, а вы что-нибудь делаете? Делаю так, чтобы раз и добились. Я им вот, я пишу, ну, у меня же тоже постоянно идет коллективная борьба и борьба за свои интересы. Вот этим всем, которые не верят в свои действия или тому подобное, вот у меня прям лежит папка с этим всем. Я вот так вот, Ctrl-C, Ctrl-V и туда вот свой этот, свой паблик. И все такие, все спасибо, все довольны. Оказывается, если начать, ну, бороться, оказывается, можно всего достигнуть. Причем для правоохранительных органов я скажу следующее, от профсоюза действия. Понимаете, вот нас медиков, медиков отобрали уже вот таких вот, знаете, вот самых лояльных, вот таких вот. Придет, например, главный врач скажет, выполняй какой-то мифический план, и я буду сидеть выполнять. Придет пациент недовольный, и я буду все делать для того, чтобы он довольный. И вот представляете, вот все мы вот такие сидим мышки, на которых давят с одной стороны администрации, с другой стороны пациенты. И вот мы с ним такие врачи, и вдруг мы начинаем возбухать. Знаете, почему мы начинаем возбухать в конкретной организации, там профсоюз действий появляется? Потому что все беспредел. Ну, это плохое слово, да, беззаконие просто творится там полнейшее. И вы туда приходите, и вы много чего накопаете. Вот взять, пошли коллективные действия в нашей Ленинградской области, в Подпорожье. Там люди просто выдвинули, ну, вступили в профсоюз и выдвинули требования. Если, допустим, в Тихвине, где сидят как мышки и ждут чего же там, годовая премия была для среднего медицинского персонала 1150 рублей, годовая премия. Ну, вот эта 13-я зарплата такая серьезнейшая. То у санитаров в Подпорожье больнице после проведенных коллективных действий в течение 4 месяцев премия годовая была 110. У санитарок. Понимаете? То есть, здесь люди просто сидят, чего-то ждут. А здесь они просто вот сняли это противоречие и получили вот эту премию с вот именно коллективной борьбой. Опять же, это здесь у нас, я знаю этих людей лично, они конкретно борются. Борются в этой, в Гатчине, ну, там пока на уровне робота, там подобное формирование. Там знают, что там какие-то организации стали формироваться на фоне того, что там творится. Люди текут, люди начали организовываться тоже. Более-менее хорошие премии, там по 50 тысяч. Ну, опять же, где борются, там премии. Где не борются, там ничего не дают. Вот, товарищи, это вот вам хороший пример. Скажу, опять же, перейдем к диктатуре, да. Вот, есть такое понятие диктатура, да, и мы стремимся к тому, чтобы была хоть какая-то диктатура тех людей, которые, ну, на предприятии именно. Закон нам это позволяет делать, но опять же, где такое есть? Вот я хочу сказать про Российский комитет рабочих. То есть, вот есть у нас Российский комитет рабочих, и там именно решения принимают рабочие. То есть, есть такая площадка, она действует уже много лет, она сохраняется, и туда можно приехать рабочим, по направлению рабочим. Все очень просто. Пишите, что 5 рабочих таких-то подписываются от такого-то предприятия, направляют на РКР человека. И там конкретно осуществляется диктатура пролетариата. Именно диктатура рабочих. Каким образом? Ну, допустим, я интеллигенция. Я приехал туда и начал что-то там толкать свои какие-то мысли. Ну, и как бы, ну, толкаешь, толкаешь. Во-первых, тебя туда не допустят, потому что ты там кто? Потому что ты не рабочий. И второй момент, даже если там что-то говоришь, решение принимает рабочий. Еще раз призываю рабочие коллективы направлять на РКР. Там, например, в этом году, сейчас перенесли время и дату, это примерно будет 7-го числа. Одна из тем это соут. Так как я медик, так как мы боролись за соут неоднократно в своем профсоюзе действия, от этого много чего зависит. Вот одна из тем будет именно соут на предприятии. Вот я вижу, руки прочь от медика, вот лицо Баранова, видите, на стенде. Смотрите, вот он один. Можно ли одному? Не, вон там в коридоре, видите, ручки прочь от медиков. Вот Баранов Владимир. Это человек из городской больницы номер 40, который в одно лицо решил проблему всего коллектива по сокращению рабочего времени до 36 часов в неделю. Каким образом? То есть, допустим, меня на соут просто таким образом сделали, что просто не сообщили, когда приедет эта комиссия. И я все спрашиваю, когда же, когда же, вот уже должно, должно, должно подобрать такое время, когда меня не было просто в городе. Я просто об этом не знал и заключили соут. А вот Владимир Баранов, он узнал, когда это соут, и от профсоюза действия пришел именно на заключение соут. Вот, и если во всем городе на скорой помощи соут 3-1-3-3-2, и вот за эти 3-2 администрации вместе с желтыми профсоюзами просто вот так вот вцепляется, прям, не пропустим нифига, говорят всякую чу, что вы не будете работать, как вы работали. То Владимир Баранов, ну это вот такой человек, он коммунист, он в коммунистической партии Российской Федерации, он там в избирательных каких-то компаниях, он настолько жесткий человек, что даже мы жесткие в профсоюзе такие открытые. Мы его не всегда понимаем, и иногда просто вздрагиваем, что он делает. Соответственно, вот этот жесткий человек пришел и поставь, и вот его присутствие на этом заключении соут в городской больнице номер 40 у скорой помощи класс вредности 3-4. 3-4, товарищи, 36-часовая рабочая неделя, молоко за вредность, другие выплаты в социальные фонды. Если ты попал в аварию, это будет в дальнейшем проф, либо там, может, если доказать, можно доказать потом ДДЗП, который ты получил, что это вредные условия на твоей работе, тебе будут платить эти деньги, короче, куча всего, чего добился всего один человек. Вот это все будет рассматриваться на РКР. Ну, седьмого, да? Я правильно сейчас говорю? Седьмого? Ну, пока предварительно, да. Томбров переносит. Да, тут такие нюансы, это организационные, куча всего накладывается. Апреля, да, да. Апреля. Одна из тем, да, одна из тем будет вот это, я отдельно остановлюсь именно на соут. Товарищи рабочие, соут это важно. То есть, если вы организовались на предприятии, организоваться очень легко, повторюсь, в этих стенах мы говорим это очень постоянно. Ну, соберитесь вы там человек семь, ну, три, допускается три, но три это мало, ну, хотя бы семь человек. Соберитесь, проголосуйте, мы создаем организацию, какую, любую, профсоюз, СТК, комитет. Закон на вашей стороне. Закон прописывает, что три человека достаточно, ну, семь это минимум должно быть, чтобы нормально вести борьбу. Потому что там куча нюансов. Здесь идет момент о ресурсах, то есть, чем больше народу, тем больше ресурсов. Вот вы проголосовали, все, организации есть. Вот вы, допустим, назвались общественной организацией какой-то. Залезьте в наше законодательство и посмотрите, сколько у вас сразу появляется преимуществ. То есть, вы общественная организация, вы пришли к мэру своему городу или там в администрацию своего поселка и сказали, мы создали общественную организацию. И сразу, чего вы только не имеете права. И первое, второе, третье запрашивать. И митинги организовывать, и шествия организовывать. И для этого даже не надо юридического лица. Вы сами юридическое лицо, но это сейчас. Это сейчас митинги запрещены. Не всегда это будет запрещено. Я просто говорю, мы и 5 лет назад было не запрещено, никто это ничего не делал. Ну, можно на митинги не ходить, но можно другое делать, запросы. Делайте запросы. Посмотрите, сколько прав у профсоюза получается. Все говорят, не надо юридическое лицо. Да не надо никакого юридического лица. Если вы вообще вот боитесь, боитесь, и никак у вас ничего не получается. Открыли страницу КТР. Там, короче, профсоюзов 25 свободных. Которые не зависят от работодателя. И посмотрите, кто вам больше нравится. МПРА нравится, так МПРА. Как сделать из профсоюза первичку этой организации? Да очень просто. Пишите. Наш профсоюз решил в виде первички вступить в вашу организацию, допустим, в МПРА. И все. Вы становитесь первичкой МПРА. И у вас появляются ресурсы МПРА. Активисты, которые в том числе организовывали забастовки на Форде. У вас есть юристы, которые есть в КТР. Чего только не появляется. И вы через три месяца обучение в составе этих организаций уже что-то можете. Тем более вам те организации, которые проходили, допустим, в МПРА скажут, вот это вот это не прокатывает, а вот это вот это попробуйте. Тому подобное. Возьмите хотя бы документы свои, соберите там на первое время. Что требуется, да? Открываете статью ТК 60.2. Запрос документов. Соответственно, у вас должно быть трудовой договор. У вас должно быть коллективный договор на руках. Должностные обязанности. И вот уже, прочитав эти документы в составе организации, которую вы сколотили, уже понятно, что вы будете делать в ближайшее время. Ну и принцип организации. Это план. То есть вы собрали собрание по повестке. По повестке прошлись. Наметили на следующий, что в месяц, что вы должны сделать. И проконтролировали на следующее собрание, что сделано и сделано. И так далее. И желательно еще написать план там на ближайшие полгода. Сразу говорю. Обычно активистов хватает всего на два года. Просто заряженных. На два года. Это бесплатная, тяжелая работа. И основное. Меня никто не понимает. Меня никто не поддерживает. Да, не поддерживает, потому что ты один и тому подобное. Когда в составе организации уже лучше. Вот Владимира Баранова. Ну, как бы там ему тяжело. Но его поддерживает профсоюз действия. Поддерживает партия. Поддерживает. Он даже в два профсоюза вступил. Он вступил и в профсоюз импра. К тому же. Он там и в различные организации вступил, чтобы там просто защиту иметь. Но это все другие нюансы. Но я к тому, что вот заряженный человек борется бесконечно. Но, еще раз говорю, активиста хватает на два года. В 99% потом он сеивается. И коллектив можно держать в таком состоянии. Давай, 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 два месяца. То есть мы должны понимать, что должна быть группа, которая этот коллектив по какому-то плану подведет в заключение коллективного договора. И должен быть коллективный договор как вот цель. И там должно быть все прописано. Ну, и все остальное. Так, это я рассказал, рассказал. Ну, и часто возникает вопрос, а кто должен быть в составе вот этих семи человек или больше? То есть вот мы все, вот мы пришли, давайте чего-то делать, да? Повторюсь еще раз. Что делать именно вот коллективные договоры? Я просто рекомендую ездить на РКР для того, чтобы просто общаться, опять же, с теми людьми живыми, которые чего-то добились в своей жизни. И их можно там пощупать, понять, что это обычные рабочие. И что они просто свободное время тратят на свое собственное развитие и продвижение именно коллективных договоров. И там это все обсуждается. Значит, в принципе, в организации должен быть председатель, должен быть секретарь. Желательно, чтобы какие-то люди отвечали за разбор там юридических тонкостей, экономических тонкостей. Затем должна быть группа по охране труда, должны быть инспекторы по безопасности. Информационные группы, это очень важно. То есть даже не раскрывая свой актив, можно влиять на коллектив, имея человека в организации и бомбя вот именно статьями. То есть, допустим, ты можешь поговорить с человеком о всех пунктах коллективного договора, но на это уходит много времени. И очень мало охватываешь людей на это очень. А можно это все делать? Заводишь группу, допустим, ВКонтакте, приглашаешь туда своих сотрудников и вот рассказываешь их там, допустим, раз в два или в три дня. Выходит статья о том, что вот есть такое предложение, товарищи, это в нашем коллективном договоре, активная группа предлагает вот это. Почему? Потому что вот это, мы съездили на РКР, это все продвигается по всей стране. Товарищи, ну мы что, совсем дураки читать не умеем, давайте хотя бы вот это все хорошо. Тем более, чем мне нравится РКР, это потому что вопрос рассматривается достаточно долго, люди приезжают подготовленными. И от и до понятно, почему это надо, допустим, тот же, ну как, допустим, будет рассказано, как доказать класс вредности, на что претендуют работники, что и какие ресурсы для этого нужны. Выясняется, чтобы многого добиться, надо просто об этом знать. И так как у нас трудовой кодекс носит заявительный характер, и об этом надо просто заявить. Вот сейчас, допустим, медики не получают, с 22 года уже закон висит, если у вас есть вредность, получите молоко. Но получить молоко, надо, получишь молоко только после того, как напишут заявление. Внимание, в моей больнице класс вредности у 300 человек, которым положено молоко, ни один из них не написал заявление. В чем проблема? Не пьют, наверное. 300 человек, я отец детей малолетних, я вам скажу, молоко нужно всегда. То есть, ну, даже здесь не идет такой, знаете, разговор о том, там можно по собственному заявлению написать заявление, чтобы тебе компенсировали деньгами. Деньги нужны? Нужны. Ну, напиши заявление. А что же никто не подскажет? Вот, вот, а кто же должен подсказать? Администрация, которая, товарищи, пишем заявление, у нас лишние деньги. У нас же сейчас какое противоречие? Представляете, вот, каждый год организация, вернее, государство кидает самое большое, что в бюджете появляется от государства, это деньги на здравоохранение. Со спортом, культурой, это вообще просто не, просто, знаете, вот такую, вот такую, и каждый регион сидит, администрация думает, как бы отщипнуть-то от этого. Вот как в Ленинградской области отщипнули от этого куска, значит, как это делает? Смотрите, сидели-сидели, это все правительство Ленинградской области, говорит, ну, значит, так, что-то очень денег мимо нас много проходит, надо как-то отщипнуть, оно все дело, значит. Давайте так, значит, указы президента хорошо, про то, что медикам там 100%, 200% от среднего по региону. Давайте так, сделаем оклады по 12 тысяч рублей. Ну, что такое, положено заплатить доктору, допустим, по их нормам, там, 120 тысяч в месяц, реаниматологу, врачу за ставку, а ты его нарезаешь оклад 20 тысяч, а остальное откуда брать? Ну, понятно, если доктор работает всего на 20 тысяч, а у него там семья и тому подобное, он автоматически прихватывает еще одну ставку, а его еще стимулируют этим способом, стимулируют. И вот ты просто половинишь, еще-то еще какой закон, например, Скворцова такая стоит, 19-й год, она такая перед Соловьем стоит и говорит, ну, он такой, ну, Соловьев такой, но вы же выделяете деньги там, вот это, выделяем, говорит Скворцова, выделяете, а куда ж они деваются? Из Скворцова стоит, ну, так ручками машет, ну, типа там законы принимаются на уровне правительства регионов, куда там эти деньги уходят, мы не знаем. Ну, как ты не знаешь? Вот же отраслевое соглашение этого здравоохранения, там твоя подпись стоит. Ты конкретно пишешь, что администрация каждой больницы может свой бюджет, ну, свою из фонда оплаты труда взять, написана фраза такая, до 40 процентов. Ну, об этом знает ли рядовой сотрудник? Нет. Он считал какое-то отраслевое соглашение, он понимает эту фразу? Нет. То есть, профсоюза нет, объяснить никто не может, на уровне региона объединения такого независимого нет. Карманные профсоюзы эти желтые играют, да, в калитку именно администрации, соответственно, это все спускается на нет. Но в каждой больнице знают, вот тебе пришли деньги за оказанные услуги, да, твоими подчиненными, ты сразу можешь взять 40 процентов. Это почти половина, ты сразу, и сразу такой, ой, а надо выполнять указы президента, так-то вы работаете больше. Нам же что, за труд платят же, да, там в трудовом кодексе написано? За труд, работайте больше. И вот они работают больше, и своим трудом, потому что средний медицинский персонал точно работает на две ставки и вытягивает эту президентские программы. И когда спрашивают, у вас выполнены президентские программы? Конечно, вот они все, все отработали, молодцы, у всех достойная зарплата. То, что они не видят семью, и что это не плата за труд, а плата за стоимость рабочей силы, да, об этом никто у нас не знает. У нас никто не знает, никто не знает таких понятий. То есть ты делаешь, вот это на уровне правительства решается, не где-то там, а вот именно на уровне правительства и главных врачей комитета и главных врачей региона. То есть половина из фонда оплаты труда, это Скворцова, подписала, что сразу забираем, об этом никто не знает. Ну там написано до 40, мы же один же процент тоже до 40, а мы можем побороться, чтобы администрация только один процент оставался. Но мы не боремся, мы даже не знаем, что такое выдвинуть можно. В дальнейшем у тебя маленький оклад, все остальное зависит от стимулирующих, а на стимулирующих мы пишем отдельную бумагу, что мы тебя лишим, 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 потому что не делаешь, не делаешь, не делаешь, не делаешь. И еще от того, что осталось, еще заберем. И поэтому законным образом наша администрация с помощью правительства нашего региона может отнять до 60% просто свободно не влезая ни в какие конфликты. Просто они так прописали закон. И когда тот же Дрозденко сидит, да, там что-то у медиков там зарплаты что-то маленькие. Да ты же сам это все придумал и все это написал. Что ж вы заместители только что поймали 280 миллионов уже доказанных на выводы денег из здравоохранения Ленинградской области? Чего вы сидите там корчите? Ну это же надо кому-то рассказать. А кто это сделает? Только независимо от профсоюза, такие как я, как представитель профсоюза действия. Спасибо. Спасибо вам, Григорьевич. Вопросов не поступило, записи наступления нет. Заключительное слово. Ну, заключительное слово следующее. Товарищи, значит, основное, что я хотел сказать, там где люди хотя бы чуть-чуть собираются в какой-то коллектив и начинают хотя бы немного бороться и понимают за что бороться, как выдвигать требования, как этого добиваться, сразу все получается. Даже единичные всплески, когда есть даже один товарищ, тоже получается, но не очень много. Как бы вот пример Баранова Владимира, который вот здесь вот прямо смотрит на меня и смотрит. Вот. Но, товарищ, еще раз говорю, где есть люди, вот активисты, которые организовывают профсоюзы, которые становятся первичками уже организованных профсоюзов, они становятся настолько защищены, что, еще раз говорю, по нашему профсоюзу это просто сказка. То есть, ну, опять же, вот Ленинградская область, Всеволожский район, всех людей, которых уволил Шипачев за то, что они не подписали новый ущербный трудовой договор, мы всех восстановили. Время было сложное, ковидное. Эти люди посидели дома, подумали о себе, о своей семье и в дальнейшем получили компенсацию за то, что они были уволены незаконно. Еще раз говорю, восстановили всех. Поэтому в нашем профсоюзе у многих нету боязни, что они вступят в конфликт с администрацией, их уволят, им нечего будет есть семье. Все будет, профсоюз поддержат, профсоюз вытянет. Для этого надо что? Организовываться. И, как бы, здесь мы находимся, это я хочу привести из десятой главы Капитала, где конкретно Маркс уже тогда, 170 лет назад, сказал следующее, написал, что такие вопросы, как о времени и тому подобное, никогда не решаются полюбовно. Решаются только через конфликт и через забастовку. Поэтому, товарищи, не бойтесь конфликтовать с администрацией, не бойтесь идти в конфликт, трудовой, который называется трудовой конфликт, и не бойтесь организовывать забастовку. Товарищи, это все прописано в Трудовом кодексе Российской Федерации, есть отдельные законы по трудовому конфликту, все это решается, надо только немножко организоваться, и ваша администрация поплывет. Спасибо. Спасибо вам. Встречаемся в следующий четверг, 15 февраля. Тема занятия. Атеистическая пропаганда в первые годы советской власти. Историко-правовой аспект. Читает лекцию старший преподаватель Константин Борис Ерофеев. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok